Тем более, что даже привитый человек так же рискует заразиться, а снова переболеть. Поэтому какая разница, вакцинировавшись я переболею или не вакцинировавшись? Я не вижу никакой разницы. Гёте Борг. Саламу алейкум, Тумсо. Видел видео подъемщика ноги в авто? Суманула, как я лаунизил. Уалейкум ассаляму, Раматулла Баракату. Я видел это видео. Сначала думал осветить эту тему. в эфире потом. Целование ему, руки, перстня. Вот эти вот вещи, когда он что-то там называет, что-то имя тут встает. Вот эти моменты, которые для нас они настолько чуждые, неприемлемые. Они, к сожалению, у нас как-то в их, по крайней мере, кругах они внедрены. И хочешь, не хочешь, то начинаешь. Тумсо, вакцинацию тебе сделали или нет? Срочно отвечай. Нет, я антивоксер. Я не делаю вакцинацию. Чем дальше эта тема с вакцинацией идет, тем сильнее я становлюсь противником этой вакцинации. Просто хочется как-то противодействовать этому. Не знаю. Я не сторонник всяких мировых заговоров. Я не считаю, что вируса не существует. Что вакцина, она убивает. Что после вакцины все умрут. Это специально, чтобы вот этот золотой миллиард сохранить. Сейчас делают... Масоны придумали это для того, чтобы количество людей на земле сократить и так далее. Нет, я в это все не верю. Но в то же время, когда меня пытаются принудить к чему-то, у меня почему-то внутри сразу просыпается вот это очень сильное желание противостоять этому, противодействовать. Я не люблю, когда меня к чему-то принуждают. И это, наверное, особенность любого. Это фитра, как это на русском. Естество. Естество любого свободного человека. Противодействовать какой-то диктатуре, какому-то навязыванию тебя к чему-то принуждению. Противодействие принуждению. Это естество любого свободного, свободолюбивого человека. И вот я, как человек свободный и свободолюбивый, я начинаю этому противодействовать. Мне не нравится, что меня принуждают, что меня легкой, мягкой силой, так скажем, меня загоняют, как вот стадо этих овец. Их, видели, делают такой загон, и их вот так вот оттуда, отсюда, их подгоняют, подгоняют к тому, чтобы они в этот загон все пошли в итоге. И вот с нами делают то же самое. Путешествуешь, ага, давай, либо вакцина, либо тест. Куда-то идешь, там, опять-таки, давай, либо то, либо то. А сейчас вот, значит, праздники будут. В праздники какие-то развлекательные центры, торговые центры и так далее будут. Вход в них будет только для вакцинированных. И вот эти вот вещи, они... Это не Швеция. Я сейчас не про Швецию говорю. Здесь-то, аль-хамдулила, очень в этом плане все хорошо. Нет вообще никаких ограничений. Даже те ограничения, которые были, типа, там, в общественном транспорте, к водителю, например, нельзя было подходить, то есть, билеты там у него пробивать нельзя было. То сейчас даже их сняли, все, здесь полный зеленый свет. Но вот в вопросах, там, путешествия и так далее, и в некоторых странах, вот, с темой торговых центров, там, праздников, я вижу, как они пытаются людей вот в этот загон, чтобы ты сам в итоге пошел и сказал, когда мне уже надоело, я хочу жить проще, давайте мне вакцину. И это вызывает во мне вот это противодействие. Поэтому я не хочу. Просто принципиально из-за этого я не хочу вакцинироваться. Я считаю, что было бы правильно, если бы они сказали, чуваки, вот вакцина, если вакцинируетесь, то это хорошо, если не вакцинируетесь, оставлять мы вас не будем, никаких проблем. И если бы вот это был бы такой осознанный выбор самого человека, а не принуждение, тогда, может быть, я бы пошел и сам вакцинировал. Но это не точно. Либо вакцинируешься, либо рано или поздно подхватишь ковид, избежать шансов мало, либо-либо. Последствия могут быть тяжелыми, необратимое повреждение легких и снижение когнитивных функций. Ну, что поделаешь. Чему быть, того не миновать, как говорится. Я думаю, что лучше, если уж суждено, переболеешь. Каких-то хронических, серьезных заболеваний у меня нет, иншалла, я думаю, перенесу. Может быть, я даже уже перенес незаметно. Такое тоже бывает. Так что, ничего страшного в этом не вижу. Тем более, что даже привитый человек также рискует заразиться, а снова переболеть. Поэтому, какая разница вакцинировавшись я переболею или не вакцинировавшись. Я не вижу никакой разницы. Маршу, ассаламу алейкум, Тумсо, прошу тебя и всех братьев-мусульман сделать дуа моему отцу, чтобы он выздоровел. Барак Аллах. Маршу, пусть Аллах исцелит. Мы просим Аллаха, чтобы он исцелил твоего отца наилучшим исцелением. Амин. Ассаламу алейкум. Как ты думаешь, какой исход будет всех этих несправедливостей в этом мире? Люди начнут бороться за свои права или же продолжат молчать? Моя хата с краем. Ну, поживем, увидим. Герман Гелл. Где-то, наверное, будут бороться, где-то будут продолжать молчать. Гетеборг. Ассаламу алейкум, Тумсо. Видел видео подъемщика ноги в авто? Суману ла хакихала унизил. Алейкум ассаламу алейкум. Я видел это видео. Сначала думал осветить эту тему в эфире, потом подумал, что не стоит этого делать. Если кто не видел, там есть такое видео, где Кадыров садится в машину, и этот его охранник, его шестерка, назовем, наверное, своими именами, его Локей, он что-то делает, из-за двери не видно конкретно, что он там ему поднимал, я, по крайней мере, не заметил, но такое ощущение складывается, что он его ногу как-то помогал, ему вот эту ногу в машину положить. И уже появились приколы, мемы на эту тему, как, например, объявление на Авито, что нужен ли подъемщик ноги, укладчик ноги в автомобиль, что-то такое, квалификация, опыт работы и так далее. Ну, это было бы смешно, наверное, если бы не было так грустно. В нашем народе не было подобных вещей, это настолько неприятно за всем этим наблюдать, у нас никогда этого не было, мы как-то на уровне ДНК, что ли, мы противились вот подобному раболепию, это было позорно не только для того, кто это делает, но и для того, для кого это делают, понимаете? Это одинаково было недопустимо. Джахар Дудаев, да помилует его Аллах, запрещал открывать ему дверь. Президент, понимаете, вот этот вот уровень, как бы его президентства, он предполагает во всем этом мире, что этому человеку открывают дверь, он садится там, за ним закрывают. Это некий статус, да, и с этим можно было бы согласиться, сказать, ну да, это же президент, для него это допустимо, это можно. Но даже это считалось у нас недопустимым. Неужели я сам не могу открыть себе дверь? То есть вот такое было понимание. И Джахар считал, как и любой джеченец, считал, что дать для себя открыть дверь, это не только недопустимо для того, кто ее открывает, но и для него самого. Это унизительно. Джахар запретил. Джахар сам себе открывал дверь своего автомобиля и сам ее закрывал. А сейчас происходит то, что нам настолько для нас чуждо. Никогда у нас этого не было. И это делается с какой-то гордостью, что ли. Как будто бы это вот некое достоинство такое. Я вот вытер обувь своему, этому патишаху. И вот эту тряпочку, которую я вытер ему обувь, я ее теперь буду хранить. Мои потомки будут передавать эту тряпочку от детей, от отцов к сыновьям и так далее. Я, это я вот этими своими руками, значит, эту его ногу помог ему положить в автомобиль. И теперь все будут гордиться тем, что мой отец там помогал класть эту ногу. Я не знаю, откуда это взялось. Я думаю, Кадыра вдохновляется вот этими сериалами османскими, про Османскую империю и так далее. И лучше бы, конечно, было бы вдохновляться какими-то достойными моментами, которые были, безусловно, были в Османской империи. Но он почему-то берет оттуда именно самый недостойный. Вот это вот присмыкание перед патишахом, вылизывание его, целование ему руки, этого перстня. Вот эти вот вещи, когда он что-то там называет, что-то имя тут встает, вот эти моменты, которые для нас, они настолько как бы чуждые, неприемлемые. Они, к сожалению, у нас как-то вот в их, по крайней мере, кругах, они внедрены. И хочешь, не хочешь, ты начинаешь к этому привыкать на самом деле. Хоть я и понимаю, что это неправильно, это чуждо, но уже вот сейчас я увидел, допустим, что он ему ногу помогал в машину положить. Ну, в следующий раз что-то такое мы увидим, мы уже не удивимся этому. И вот таким образом это как бы прививается, становится какой-то обыденностью. и... Продолжение следует...